Данила Гальпирович Данила Гальпирович Мне кажется очень важным сказать о том, как Россия реагирует на все происходящее. Конечно же, накануне сразу было заявлено о том, что это все фейк и провокация. Мы с тобой об этом говорили. И используется все та же тактика, все те же приемы, которые использовались давным-давно. И вообще все время используется это все одно и то же. Когда малазийский «Боинг» был сбит, говорили о том, что якобы он уже заранее был набит телами погибших. Но это одна из версий, конечно, была не единственная. И вот вчера тоже в пабликах появились такие версии о том, что якобы там какие-то законсервированные трупы. Ну, абсолютный абсурд. Ну, а потом выступили с объяснением произошедшего и официальные российские медиа. Вот, например, на Первом канале такой текст прозвучал. Киев всеми силами раскручивает новую провокацию в стиле Бучи и Краматорска. Теперь Кременчук, Полтавская область. Торговый центр якобы полный посетителей, которые якобы обстреляли российские военные. Что было на самом деле? Почему эта фальсификация нужна киевским властям именно сейчас? Ну, они и объясняют в репортажах государственных телеканалов. Дело все в том, что начинается саммит НАТО. И, как утверждает российская пропаганда, это шанс для Украины, цитирую, выторговать новую порцию оружия. Поэтому надо вот какой-то такой фейк изобразить, типа как в Буче. И все цитируют заявление Минобороны, согласно которому ракета попала, конечно же, это высокоточное оружие было. И уничтожены были поступившие США и Европа вооружение боеприпаса. А цель находилась в районе Кременчукского завода дорожных машин. Но надо сказать, что версии, которые появляются в российских медиа и в российских пабликах, в социальных сетях, они не сходятся. Потому что заявляют и о том, что это был якобы удар по нефтеперерабатывающему заводу. А есть заявление о том, что это был цех дорожных машин предприятия. А есть версия о том, что вообще никакого удара не было. А это все постановка и провокация. Есть версия о том, что использовался этот цех украинскими военными. Это такая же версия, как в Мариуполе была, когда говорили о том, что в роддоме там никого не было, никаких женщин, которых весь мир вообще-то видел. Но их там не было, а там свили гнездо украинские нацисты. И вот сейчас эти все версии, они транслируются по российскому телевидению. Однозначно утверждается, что это провокации, даже никаких сомнений быть не может. А Сергей Лавров, министр иностранных дел России, даже предложил любезно свою помощь в расследовании произошедшего. Предложил украинским властям. При этом продолжаются интенсивные обстрелы украинских городов. Накануне вечером ракетами был обстрелян Харьков. Там пятеро погибших. Утром 28 июня глава Николаевской области Виталий Ким рассказал об 11 ракетах, выпущенных по Николаеву, и об обстрелах Очакова. Там трое погибших. В Лисичанске накануне обстреляли очередь за водой. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей. Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу. Из них пятеро после получения медицинской помощи остались в Лисичанске. Также была атакована автомастерская в Днепре. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. И, по его словам, под завалами находятся мирные люди. В Херсонской области, на так называемой Южной оси, в Херсонской и в Николаевской, российские войска продолжают обороняться, а украинские оказывают на них давление контратаками. Об этом пишет Институт изучения войны. И также, согласно данным этого института, по информации высокопоставленного источника в Минобороны США, российские силы все больше полагаются на артиллерийские и ракетные удары для продвижения в Украине. Но, что мы и видим, в последнее время Институт изучения войны предполагает, что по мере того, как Россия расходует запасы высокоточного оружия, атаки, наносящие большой ущерб гражданскому населению, усилятся. Ну, я тут добавлю только, что вот это словосочетание «высокоточное оружие», оно стало одной из главных боевых единиц в пропагандистском словаре российском. Его используют, ну, просто в каждой новости на телеканалах, постоянно повторяют его вот как такое заклинание «высокоточное оружие», только высокоточное оружие. При этом люди видят что-то совершенно противоположное. Надо сказать, что специально, конечно, это делается, потому что когда у тебя в ушах много-много часов, много-много дней звучит слово «высокоточное», то ты как бы знаешь, что отвечать на реальную информацию, если твое сознание хочет закрыться от преступлений, которые твоя страна совершает в соседней стране. Мы же там высокоточным оружием стреляем, мы же не можем попадать в эти детские сады, больницы и торговые центры. Оружие же высокоточное. Но на самом деле Минобороны Великобритании и британская разведка подтверждают, что именно 24-26 июня, и сейчас это все продолжается, Россия обстреливает необычайно интенсивно ракетными ударами украинскую территорию. И, собственно, в западных анализах обозреватели говорят, что да, скорее всего, этот обстрел связан с «Большой семеркой» и с саммитом НАТО. Но не так, как об этом говорят российские пропагандисты, а все наоборот, что по приказу Владимира Путина российская армия демонстрирует совершеннейшую непреклонность, отсутствие реакции на любую критику, намерение продолжать убивать в Украине массировано и много. И вот по мнению британской разведки, использование ракет «Большой дальности», которые были разработаны как стратегическое оружие, свидетельствует о том, что действительно с боеприпасами не очень хорошо запускали эти ракеты «Большой дальности» Ха-22. Это еще советская разработка и более современная Ха-101 из воздушного пространства России и Белоруссии. То есть, в общем, украинские обозреватели говорят, что Беларусь таким образом еще сильнее хочет Москва втянуть в войну. Ну и также сообщается в сводке Минобороны Великобритании, что украинские силы продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске, успешно нанося удары по российским войскам. А российское командование, как говорится, в сводке британской перебросило в Донбасс основные подразделения шести армий. Однако им удалось добиться лишь тактического успеха в Северодонецком, а силы все больше истощаются. При этом развитие ситуации в Донбассе производит удручающее впечатление на западных лидеров. Во всяком случае, мы слышим заявление итальянского премьера Марио Драги о том, что у России есть постоянные успехи в военных действиях. Это было такое заявление. Но при этом Марио Драги как раз сказал, что это является поводом для еще большей поддержки Украины. И, собственно, его мнение об этом разделяют все лидеры стран Большой Семерки, которые специально по этому поводу выпускали заявление, о чем я скажу позже. Кстати, по поводу таких пессимистичных оценок, глава Генштаба Великобритании генерал-сэр Патрик Сандр заявил, что Россия может выдержать любое число кампаний, сражений и столкновений и все равно в конечном итоге одержать победу. Его слова приводит издание «Таймс», и его оценка отличается от оценок многих западных военных экспертов и лидеров. По мнению Сандрса, любое снижение активности российской армии будет временным, а после этого угроза станет еще более острой после того, как войска восстановят свои силы. И он сравнил нынешний момент с 37-м годом и отметил, что никогда не видел такой явной угрозы миру и демократии, как Владимир Путин. Я процитирую, мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы британская армия сыграла свою роль в предотвращении войны, сказал Сандрс и добавил, что необходимо модернизировать британскую армию и привести ее в состояние готовности. Ну, в общем, это нормальное для военного поведения, когда он говорит о том, какой сценарий может быть худшим. Ну, а пока мы рассматриваем то, что происходит на уже оккупированной России территории. В частности, Россия насильственно устанавливает российскую документацию для захваченных территорий. Вот есть сведения, причем опять бравурные сообщения местных пророссийских властей о том, что российский ЗАГС начал работать сегодня в Херсоне, и большинство услуг будут доступны жителям без российского гражданства, но документы будут выдаваться российского образца. Соответственно, людей переводят насильственно на документооборот страны-оккупанта, и это отчасти совпадает с обязательствами России, как фактически контролирующей оккупированную территорию страны. Но, с другой стороны, очевидно, каковы будут последствия всего этого, то есть люди уже будут иметь реальные проблемы со всеми своими сертификатами, в том числе там, например, свидетельствами о браке и так далее на украинской территории. Ну, в общем, продолжается та практика, которая в целом запрещается международными законами, правилами насильственной русификации территорий, которые являются оккупированными. Из других практик, которые являются нарушающими или противоречат международным правилам, российские следователи проводят оперативные и процессуальные действия с двумя тысячами украинских военных, попавших в плен. Об этом говорит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. То есть там якобы отделяют тех, кто совершал преступления, тех, кто не совершал. Но это все равно нарушение конвенции. Это все очевидно совершенно в том числе, как и содержание этих военнослужащих украинских в местах заключения для, скажем, российских уголовников или обвиняемых. Это все нарушение конвенций. И тем не менее очевидно, что Россия этим практически хвастается. То есть Россия ведет несколько кампаний, военную, информационную, для того, чтобы убедить Запад и, в принципе, мировое сообщество в том, что она не будет отклоняться от тех действий, которые она считает нужными, ну и которые мир, в общем-то, считает преступными. Интересно. Когда количество перейдет в качество, я имею в виду, когда мировое сообщество будет уже немножко уставать от количества зверств и нарушений, которые совершаются Москвой. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал словесным запугиванием ультиматум Владимира Путина об окончании войны до конца дня. Россия не может и не должна победить. Наша поддержка Украины, наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько это необходимо, и с необходимой интенсивностью в ближайшие месяцы. Он об этом сказал в интервью БФМ-ТВ. Ну, в Германии в целом завершилась трехдневная встреча Большой Семерки, и там довольно много всего решили. Да, и на этой Семерке были руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР. Я напомню, что как минимум две страны из этого приглашенного набора часто голосуют нейтрально по поводу осуждающих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, это Индия и ЮАР. Они продолжают экономические связи с Россией. Ну, и пытались, видимо, уговорить эти страны как-то ужесточить позицию против Москвы. Ну, во-первых, ужесточили санкции сами страны Большой Семерки. Договорились, что есть возможность полного введения запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России до того, как их не станут продавать по цене, которая согласована международным сообществом. Также поэтапный отказ вообще от российских энергоресурсов, ограничение на цену касается и газа. Кроме того, Большая Семерка призвала Китай оказать давление на Россию, чтобы Россия немедленно выполнила юридически обязывающие вердикты Международного суда. А вердикт Международного суда был о безоговорочном прекращении военных действий. Помощь Украине – это была одна из главных тем саммита. Было сказано, что Украина будет поддержана столько, сколько это потребуется. Будут бороться с нехваткой продовольствия, которая, опять же, была вызвана блокадой со стороны России украинских портов. При этом дальнейшее есть развитие с отдельными странами Большой Семерки по теме санкций. Пожалуй, самое большое развитие в США. Только что США ввели запрет на импорт золота из России. Ограничение действует с сегодняшнего числа. Также подразделение Минфина Соединенных Штатов, отвечающее за применение санкций, приняло массу различных мер против российских компаний. Это объединенная авиастроительная компания, это КАМАЗ, НЕФАЗ, аэропорты самые разные. Все связанное с КАМАЗом все сейчас под санкциями. И, кроме того, объясняется, почему КАМАЗ, потому что они были замечены в Белоруссии с ракетами комплексов «Искандер». И, в общем, после начала этой войны эти ракеты могли быть запущены. Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против почти 60 человек, несколько десятков российских компаний, кроме Объединенной авиастроительной корпорации и КАМАЗа. Под санкции попали в Россию журналистка и телеведущая Тина Канделаки, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, его дети Сергей и Наталья, его нынешняя жена Евгения Васильева. Там масса всего еще. Другие страны также вводят санкции и ограничительные меры против России. Сегодня Болгария объявляет персону «Нонград» из 70 сотрудников российской дипмиссии в Софии. Это практически половина этой дипмиссии. Вроде бы Кирилл Петков, премьер-министр Болгарии, сказал, что София ожидает, что в воскресенье в ближайший самолет с 70 занятыми местами вернется в Москву. И дипломатическая роль этих людей была прикрытием. На самом деле они были разведчиками. Тем временем сама Россия тоже не дремлет и принимает, как мы уже рассказывали, контрсанкции. Россия расширила список граждан США, которым запрещен въезд на территорию страны. В черный список попали первая леди США Джилл Байден и дочь президента Эшли. Всего туда внесли имена 25 граждан. Я, конечно, думаю, что Джилл Байден мечтала поехать в Россию. Все это мне напоминает, как в 2014 году, помнишь, везде в России вешали такие плакатики самодельные, ну, в каких-то компаниях небольших. Об Аме вход воспрещен. Я помню, как я была в городе Железнодорожном, на своей малой родине, в Подмосковье, в маленькой нотариальной конторе. Я туда зашла и увидела на стене плакат. Такой весь бледный, просто на принтере распечатанный, было написано «Обаму не обслуживаем». Всегда интересно, как люди в России, многие пытаются продемонстрировать, что они в тренде. Я помню эти наклейки на задних стеклах автомобилей про «Обаму» и все остальное. Ну, в общем, кроме всех этих санкций смешных, что Джилл Байден не въедет теперь в Россию. И, кстати, философ Фрэнсис Фукуяма тоже не въедет. Да, но вот почему философ? Потому что Фукуяма входит в группу из 25 американских граждан, из числа ответственных за, как говорится, МИДом российским формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы Макфол-Ермак. Это группа, которая неформально возглавляется бывшим советником по России, президента Соединенных Штатов и послом США в России Майклом Макфолом и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. МИД считает их ответственными за разработку рекомендаций относительно антироссийских рестрикций. Люблю это слово «рестрикции». Его, по-моему, затаскал сначала Песков, но вот теперь Захарова тоже его пользует в хвост и в гриву. Но вот эта группа Макфол-Ермак ей запретили въезд в Россию. Тем временем из России довольно стремительно уходит масса высокотехнологического бизнеса, в частности, финский концерн «Нокки Антайрс». Это, в общем, шины, известные во всем мире, и решила свернуть бизнес в России. Кроме того, с алкоголем иностранным в России теперь будет тяжеловато, потому что британская «Диагео», она решила уйти с российского рынка, а «Диагео» выпускает, например, «Смирнов», «Блэк Лейбл», «Джонни Уокер», «Гиннес», «Бейлис», «Кэптен Морган», «Джин Гордонс» и так далее. Очень много всего. И она даже разливала «Беллз» и «Белую лошадь» в Санкт-Петербурге. Теперь уже нет. Из России уходит один из лидеров мировой индустрии в области лифтов, «Коны». Набиты были здания российские лифтами «Коны». Теперь уже больше их невозможно будет обслуживать. И МОДИС, это международное рейтинговое агентство, сделало вывод, что пропущенная выплата купона по евробондам Российской Федерации представляет собой дефолт. Это очень серьезный вывод международного рейтингового агентства, который осложнит международную финансовую ситуацию для России. Хотя Россия говорит, что нет никакого дефолта, нам пытаются приклеить этот ярлык, мы были готовы заплатить в рублях, они просто не берут эти деньги и так далее. Но, в общем, очевидно, что экономическая, технологическая ситуация в России сильно-сильно ухудшается. Кроме «Нокия Тайрс» уходят из России «Мишлен», тоже шины. И, в общем, Россия замыкается в самой себе во многих высокотехнологических отраслях. Это скажется через месяцы, но обязательно скажется. Я перейду к своей постоянной рубрике «Кого, где и за что». И сегодня в этой рубрике оппозиционный политик Илья Яшин. Его задержали накануне вечером в Москве. Об этом написала в Телеграме журналистка Ирина Баблоян. «Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в хамовниках, подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда». Чуть позже друг Яшина рассказал ОВД «Инфо», что политика доставили в ОВД «Лужники» и там составили протокол о неповиновении требованию полицейского. Об этом позже сообщил адвокат Вадим Прохоров, который туда прибыл. Но вот насколько я знаю, по последним данным, Илья Яшин задержан на 15 суток, но больше никаких подробностей нет. Да, но это очень похоже на то, что происходило с Володей Карамурзой, которого именно не в момент какого-то политического действия и так далее, а когда он был около своего дома, задержали за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Потом уже начался уголовный процесс по дискредитации так называемой российской армии. То есть очевидно совершенно, что сначала человека неожиданно запирают, чтобы у него не было времени уехать или скрыться и так далее во время какой-то совершенно мирной активности. А потом начинают решать, что с ним делать. И есть, конечно, серьезные опасения, что по поводу Ильи Яшина будет применена та же самая тактика. Но вот мы будем за этим обязательно следить. А при этом сам Илья Яшин неоднократно повторял в последнее время, что он не собирается уезжать из России. Да, но и он сказал, что считает обвинения в неповиновении сотрудникам полиции полностью сфабрикованными, что чистая правда, потому что, как сказала Ирина Баблоян, он просто гулял и с полицейскими пошел. Нечему там было сопротивляться. В общем, число репрессий в самой России против политически активных людей растет. И я думаю, что это только раскручивается, только начало. Да, скорее всего, так и будет. И более того, студентов российских уже начали обучать основам гибридной войны. Причем собираются это делать массово. Элементы теории и практики таких войн включены в большинство образовательных курсов Российского государственного социального университета. С этого года, с 22-го, об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа. Цитирую. По инициативе Министерства образования мы разработали подход, который позволяет в дополнение к основной специальности обеспечить студентам дополнительную квалификацию, посвященную формам и методам ведения гибридных войн. Эта уникальная методика ориентирована на политологов, журналистов, специалистов в области информационной безопасности. Представители Министерства высоко оценили актуальность и отметили востребованность знаний в области гибридных войн, говорится на сайте ВУЗа. Ну, действительно, востребованы гибридные войны. Тут не поспоришь. Да, ну, совершенно очевидно, что Кремль усиливает политическую составляющую в образовательном процессе. Это общая тенденция. Задается она, скорее всего, самим Владимиром Путиным, потому что вот буквально только что он поручил к началу нового учебного года ввести в школах 45 регионов должность советника-директора по воспитанию. То есть, очевидно, что это такие школьные замполиты, которые будут наблюдать за правоверностью детей. К началу нового учебного года должна появиться должность советника-директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Интересно, будет ли это пионерия. Но посмотрим. Видно, что политизация образования в России идет с самого верха. Совсем недавно Сергей Миронов, бывший спикер Совета Федерации, тут жаловался на то, что в МГУ чему-то не тому на журфаке учат, куда смотрит общественность. Очевидно, что тоталитарное закрытие России продолжается, но мы будем стараться как-то проникать через этот пузырь со своей более объективной, независимой информацией о том, что происходит. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное». Слушайте нас каждый день и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи. Спасибо вам за внимание. Продолжим завтра. Продолжение следует...